Насколько все-таки, может мы зря там наговариваем, заботливая украинская власть, даже если взять за пример того же Костина, да, он уволился, а можно и с другой стороны посмотреть, что даже людей с инвалидностью пытаются трудоустроить, ну это конечно так, в шутку я говорю. Да, я скажу так, мне эта тема известна, тема больная, люди, у которых есть проблемы со здоровьем, находятся в особом положении, особенно сейчас, требуют действительно внимания и понимания, и эта система должна работать, эта система должна работать, тем более, что сейчас к инвалидности, которая нам знакома, по медицинским проблемам, связанным с производственной травмой, добавилось огромное число тех, кто получил инвалидность. на фронте. И эту тему нельзя скоморошничать. Другое дело, вся подлость этой ситуации состоит в том, что, как показали, как показали данные осени 24-го года, это оказалось кормушкой для тех, кто управляет. Вот, ну я не знаю, можно считать деньги, но меня тут поражает другое. Может забыли такие категории, как совесть, мораль, честь. Поэтому, вот если этого всего уже нет в системе управления, я даже продолжать мысли не буду. Ну, с другой стороны, Андрей Васильевич, вот ваше мнение, ваше видение того, что сейчас происходит. Кто-то говорит, что это показуха. Специально показать, что, видите, вскрываются такие схемы, дела, и коррупция раскрывается. Правда, тут вопрос большой, почему за эту коррупцию никто ответственности не несет, ну, скажем так, до конца. Решение судей мы и так знаем и видим. А с другой стороны, может это наоборот, вот не только показуха, на самом деле вскрываются такие гнойники, которые давно засели в Украине, и их необходимо уже, и тем более, скажем так, война, и она показала истинное лицо тех, кто у власти. Да, я утверждаю, что сколько не упражняйся на таких болезненных темах сейчас, как нарушения, связанные с инвалидностью и злоупотреблением чиновников, высокого уровня на этом. Те, которые потом пойдут на экраны телевизора или получают людей менторские о том, как надо, значит, поддерживать страну, в это же время жируют на бюджетных деньгах, закрывая себя, свои толстые задницы. Но... Я понимаю, что наши разговоры, особенно сейчас, в годы войны, они носят такой достаточно механический характер. Ну, такой вот структурный, экспертный, да, вот сухой такой. Но люди же не быдлые, Эдуард. Какой пиар на проблемах, от которых воют сотни тысяч? Если кто-то и посчитал, что на этом можно пиариться, он дурак. А вот что бы я предположил, что вот такого рода выхлоп, это истерика, политическая истерика. Кстати, известно явление политики. Политики тоже истерят. Это когда, возможно, ну, часто к политике говорят, руки не доходят. Ерунда полная. Обязанность высокопоставленных лиц, включая главу государства, быть в курсе. А иначе зачем же этот мандат высокого уровня? Если ты можешь быть в курсе только узкого спектра проблем, пожалуйста, этим и занимайся. Каждому свое. Но когда, возможно, отбрасывая на потом, возможно, закрывая глаза, а возможно, доверяя окружению, которое что-то прикрывало, а это значит тоже некомпетентность и непрофессионализм всего круга. Затем открывается эта реальность, а ее уже невозможно скрыть. Потому что, ну, эти фотографии, чемоданы и, значит, и смущенные лица новоявленных миллионеров, зарабатывающих на всем, на войне, на бедах, на... Это истерика. А что с этим делать теперь? Ведь это уже, это все уже рукотворно. На каких попередников это спишешь? Ведь система-то, вы вспомните, приход новой, да, правящей силы, слуга народа, которая так же, как и предшественники, тут же занялась такой необъявленной иллюстрацией. И в бизнесе, и в управлении, везде своих. Ну, так вот, вот они работают со своими. И я думаю, что когда вот начинает постепенно вскрываться эта реальная правда, что здесь высокопарные слова, призывы, убеждения, а здесь вот эта реальность, за которую они несут ответственность. За это они несут ответственность. Вот. То это истерика. И, как вы скажете, безвыхедь. Потому что одно дело всех понаказывать. Сейчас всех накажут. Понятно. Всех накажут. Как коллега Константин Бондаренко сказал, что очередное дело врачей. Жестко, конечно, сказал. Вот. Но, а потом что? Если вы не занимались кадрами, если вы не культивировали такой важный элемент политического управления, как политическая ответственность, когда попробуй убери, пока, значит, не прижмешь. Когда человек не понимает, что политическая ответственность, это прежде всего самоответственность, прежде всего твоя адекватность, как министра, как военачальника, как прокурора. Если сформирована система, в которой все оправдывается некомпетентностью, профессионализмом и ответственностью, а тем, что свой, тем, что посоветовал друг, тем, что просто хороший парень, а теперь это вылезает вот так вот. Я другого слова теперь не подберу. Да, это растерянность и истерика. Потому что следующий шаг после вот этого разбора полетов, что делать, с кем работать. А с кем они будут работать, не имея генерации, выращенной генерации эффективных новых государственников. Ну, вон, фракция, слуга народа, пожалуйста, кадровый потенциал, давайте как-то пересмотрим по лицам, как они выросли за пять лет, их компетентность выросла, на что они готовы. Да, здесь большой вопрос, конечно. Я думаю, что в ближайшее время мы на него увидим ответ. Да я не знаю просто, что добавить. Для меня это очень эмоциональная тема, потому что смотрю на этот бардак, и я просто понимаю, откуда вот это все. Грюканье по столу. Это не сила, это слабость. Но, вы знаете, меня что недавно удивило, заявление нашего омбудсмена, когда он сказал, что... Сейчас я вам даже найду. Сейчас ситуация ухудшается, у нас уменьшается количество ВПЛ, ведь они возвращаются на временно оккупированные территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте. это вызывает серьезную обеспокоенность. Это все, что можно сказать. Я поднимал данный вопрос на уровне правительственного и так далее. То есть, омбудсмен, лубенец, говорит о том, что человек, который убегал, чтобы его, скажем так, простите за такие слова, не прибили там, он не находит место себе здесь по социально-экономическим проблемам, сказал лубенец. И он вынужден, чтобы уж, повторюсь, не прибили его здесь, вернуться в ту прифронтовую зону. Я ведь вроде бы все правильно понял, лубенца, да? Я вижу в этом, да, я отвечу на наш вопрос, но я вижу там другую, куда более глубокую проблему. Вот я давно хотел, вот, пользуясь каким-то эфиром, высказать свое понимание, да, вот, особенностей нас, как общества, в условиях войны. Что у нас проявилось, как наше качество позитивное, а где у нас большой пробой, вот такая пробоина. Проявилось действительно качество, которое политики давно чувствовали. высокий уровень солидарности. Ну, солидарность, это готовность сложных, да, вот, взаимодействовать вместе. Готовность пойти навстречу. Ну, свидетельство этому, кстати, и вот рост первые годы войны, волонтерского движения, помощи людей. Многие помогали даже из небольших доходов, да, вот, готовность, как бы, отреагировать на сложную ситуацию. В всяком случае, я не берусь тут, какие-то там, в сантиметрах это мерить, но украинское общество проявило высокую степень солидаризма. А украинская политика, если вы помните, политики, они же как термометры, они хорошо чувствуют особенности. У нас идеологема солидарности, она очень популярна была. В разные годы возникали всякие прожеки, которые выводили в название, в основу программы. Но чего нет у нас? Где у нас огромный дизицит? Национальная консолидированность. Потому что консолидация это не просолидарность. Консолидация это проактивное взаимодействие, когда все воспринимают свое дело, государственное дело. Ну и мы сейчас говорим еще об грозе, о войне, да, как общее. не нужно путать отношение людей к войне, к врагу с проблемой консолидации. Мы расконсолидированы почему сейчас? Почему это произошло? Потому что у нас министерства единства еще нет. Ну я понимаю, да. Это тот случай, когда наступает скучная часть разговоров. Но я считаю, что это сейчас ключевая проблема. Высокий уровень расконсолидированности. Люди не убегут со стороны кто сейчас проживает так, как это некоторые истерики заявляют. Но люди воспринимают Украину не как государство, не как только государство, в котором есть центральный политический офис, и которое как скажет, так и будет. Вам надо переехать, вы переехали. Вы теперь живете в другой области. Пожалуйста, вы украинцы живите вот теперь здесь. У каждого украинца, у каждой семьи есть его малая родина. В конце у многих семей есть родные могилы, места, время, где связана личная история и прочее. Это я называю малой родиной. И многие, кто стал жертвой войны, особенно среди тех, кто переехал, переседился, конечно, ожидали каких-то ответов, как дальше. А их превращают по сути в какие-то биороботов, которые говорят, так, теперь вы будете работать, кушать, спать вот здесь. Вы же граждане. Ну, а чего вам? И это говорит о том, что нынешняя государственная политика в области социальной консолидации, она сводится по сути к политике нового крепостничества. Я использую этот термин часто, когда, я использую гражданское крепостничество, когда гражданина воспринимают просто как боевую единицу, хоть на фронте, хоть в ТУ, которая легко перемещается, которая, главное, чтобы она сохраняла лояльность государства и функционировала, и все остальное просто выбрасывается. Поэтому, я понимаю удивление Лубинсан. Он не понимает сути дела. Он просто не понимает. Он не понимает, почему десятки, сотни тысяч людей, которые, начиная с трагедии еще 2014 года, с гибридовой на Донбассе, доверились государству. И, кстати, и стране, потому что они переехали в регионы, где пытались пережить беды, ожидая ответа, как они будут жить дальше. Но они не получили ответ. Более того, они даже этого горизонта ответа не получают. Многие из них слышат, что эта война может быть на десятилетии и так далее. И они не слышат формул, а в случае, если она заморозится, а тогда как? Нам, как луганчанам, мариупольцам, теперь становиться хмельничанами, виничанами? Или как? Я думаю, что именно вот этот вакуум, отсутствие ответа, все это еще на фоне достаточно истеричной культурной политики, истеричной культурной политики, привело к тому, что молча, сопя, сжав зубы, бывшие перемещенные, которые перемещались в Украинскую область, вот что важно, они же перемещались в своей стране, потому что доверяли ей прежде всего, и государство, от которого ожидали ответа. Возвращаются на свои малые родины. Я думаю, это тонкий морально-этический момент, имеем ли мы право осуждать этих людей, потому что, а как им быть дальше? В течение, ну, возьмем горизонт, хотя бы 10 лет, где они услышат ответ, как дальше? С их малой родиной, с их, возможно, собственностью, с их любимым домом, с могилами родных и так далее. Я почему все-таки кручусь в какую-то тему консолидации, потому что консолидация, это не только вопрос вот этой гражданской толерантности и взаимопонимания, это и способности еще взаимодействовать, где и государство, и гражданин, они как бы рядом, нет никого над, когда вместе с гражданами вырабатываются те или иные подходы, ну, например, связанные с формированием, ну, там, общего представления, общего плана, как взаимодействовать с территориями, которые вне контроля. Какой там будет гражданский режим? Будет ли возможность переезжать? Гарантирует ли воюющие, что мирные граждане могут перемещаться в случае, например, при остановке военных действий? Как будут защищены их права? Страшно, не страшно, проще говоря. как быть с паспортными режимами? Как быть с вопросами простой бытовой экономики и так далее? Заметьте, что об этих вопросах мы вообще не говорим. Их как будто нет. Их как будто нет. И как результат, вот то, чем столобинец, да, к сожалению, многие украинцы, пережив, перетерпев, им не куда деваться, не возвращаются на свою малую родину. И это, по сути, можно сказать, приговор всему кабинету министров. И это проявление, проявление подтверждения моих слов, это один из элементов той самой расконсолидации. Потому что, это значит, что теряется доверие, теряется надежда. Ну, вот так. Андрей Васильевич, в заключение хочу спросить ваше мнение. Вы до этого говорили, да, что происходит некая, ну, не то, чтобы там трансформация, но вот мы видели план мира, потом план победы, тут уже план внутренний какой-то Владимира Зеленского. И недавно Financial Times приводит цитату Владимира Зеленского в интервью, он сказал, что взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны. То есть, здесь мы тоже наблюдаем, что по факту план победы стал вроде бы немножечко, но планом перемирия получается, да. Но и при этом хочу спросить, а пойдет ли на это Кремль? Ведь уже такие разговоры шли, мы помним, Катар, но потом началась Курская операция, и это все перечеркнулось. То есть, мы снова хотим вернуться, когда это было, в июле, по-моему, мы снова хотим вернуться в июле. Ну, я скажу откровенно, я не до конца понял замысел с этой цитатой, то есть, собственно говоря, что из этого должно следовать. Ну, вот, проговорили мы это, вот, что если вот так бы нам, так бы нам бы договориться, то может быть, но так может рассуждать эксперт. Но политик говорит другим языком. Политик. Политик говорит предложением и вариантом решения. Даже коннотация должна быть другая. А если, то вот это если, кто отвечает. То есть, Украина готова предложить России там с посредниками начало консультации по деэскалации войны. Ну, вы знаете мою позицию. Я всегда был сторонником таких подходов. Красных линий, которые надо вернуть. И это не только удары по энергобъектам. Это могут быть виды вооружения, особенно с свойствами массового поражения. Кассетные боеприпасы, все, что связано со спецификой минирования. Возможно, использование бомб. Ну, грубо говоря, все то, что является не просто жестокостью войны, а то, что является бесчеловечностью войны. Вот это все может быть, грубо говоря, тема связанная с использованием оружия, объектами поражения. Это меню можно продолжать. Не хочу сейчас все наговоривать. Я двумя руками за, чтобы вот такой диалог начался даже в условиях активных военных действий. Это действительно создаст условия для того, чтобы можно было надеяться, что начало доэскалировать. Разникнут и другие, они просто станут возможными. Сам факт того, что украинская власть продолжает гуманитарный диалог, к нам возвращаются наши военнослужащие, я просто хочу сказать спасибо всем, кто этим занимается. я считаю, это благороднейшее дело. Благороднейшее дело. Просто сказать спасибо. Но это же говорит о том, что вообще какие-то формы возможны. Заметьте, я не использую слово переговоры. Консультации. Да. Консультации через третью сторону. Но для того, чтобы это запустилось, нужно сформулировать инициативу. То есть не подбирать слова там, если то, но сформулировать инициативу. Что мы считаем? Пришел момент войны, когда впереди на все красные линии, есть угроза гуманитарных катастроф, есть угроза неуправляемых процессов системных. Это угрожает и Украине, и обороняющей стороне, и России. Есть смысл. Кстати говоря, уверен, что если бы эта инициатива вот так была сформулирована, она бы тут же обросла в грубой поддержке. В грубой поддержке. И среди стран так называемые инициативы Друзья Мира, и среди европейских партнеров Украины. Я в этом убежден. А так это вброс и заметил, что многие наши коллеги тут же, значит, ну, некоторые позволили себе, что это игровой прием. Но в это нельзя играть. Теперь, что касается интересов Кремля. Я неоднократно это говорил, я не собираюсь сейчас анализировать, карты, где у них там что получается или не получается. Пусть им занимаются военные эксперты, которые оперируют частями, объемами. Но очевидно, что Россия сейчас пользуется ситуацией. Ситуация для нее в военном плане выгодна. Мы это видим по динамике Восточного фронта. Есть угроза активизации Южного фронта. И выгоду Россия не будет выпускать. Пока ситуация не изменится, будут продолжаться атакующие действия, как минимум, Донбасс и часть Юга. Это, мне кажется, уже все зашито в планы действия Российской Федерации, как минимум, до весны 2025 года. Тут без иллюзий. Это просто будет. Это нужно понимать и искать подход, причем прагматичный подход, где можно, ну, скажем, комбинировать, чтобы не нести больших потерь, где нужны линии, которые нельзя отдавать. Это вопрос к нашим военным стратегам. Я называю это тактикой проактивной обороны. Но вместе с тем, вот последний саммит Брикса, о котором сейчас много раз говорил, тоже показал. Россия находится в определенном историческом геополитическом капкане. Во-первых, потому что война длинная. Во-вторых, потому что война сейчас работает на руку скорее друзьям России, но не самой России. Что Россия в их глазах выполняет полезную грязную работу. Она воюет с Западом, она показывает слабость Запада, она решая свои проблемы с Украиной, значит, помогает активировать международную дипломатию новых центров силы, Китай, Индия. Это им выгодно. Они получили меню. Они же не лезут сами в драки, не разжигают войны. Зато с помощью этой войны они наращивают свой дипломатический, интеллектуальный, престижный потенциал. Они становятся миротворцами, они создают свои платформы, стягивают себе страны. Что тоже раздражает Запад, но Запад оказался тоже в ловушке, потому что он в этой войне на стороне Украины. Но я все это проговорил для того, чтобы объяснить, почему и у Кремля есть запрос на, может быть, ускоренное, на завершение активной фазы войны. Потому что то количество санкций, которые применяются в России, их репутационные потери, ну и реальные механизмы, связанные с контролем торговых путей, где Россия сталкивается с проблемами своего танкерного флота, с поставками энергоресурсов, с деятельностью банковской системы, Россия отключена от SWIFT. Это все риски для ее партнеров. Получается, партнерам России выгодно, что Россия выполняет эту работу, вот такого военного хищника. Но собственно они не собираются решать вопросы России. Потому что они бы хотели завоевывать свои новые позиции без войны и без противостояния. Кстати говоря, огромная и крайне интересная казанская резолюция БРИКС говорит о стратегии избранной БРИКС. Как-то поговорим. Серьезный документ, который следует просто понимать, что он означает. Поэтому я думаю, что и в Кремле зреет запрос на то, чтобы с выгодой для себя сократить срок. Почему часто в своих предположениях я называю с единой 2025 года, когда каждый из воюющих рассчитывает, что что-то получится на фронте в большой политике и можно садиться за переговор и консультации. Выгодно ли естественно такой план Кремля крайне опасен и невыгоден Украине. Почему? Потому что там расчет на успех, а потом с позиций силы. Но с другой стороны Украина потеряла много возможностей связанной с деэскалацией на протяжении 2024 года. Когда это было, ну, можно было спланировать эту возможность. так что к сожалению мы сейчас хоть мы инициативны очень в большой мировой политике звучит много брендов, идей, программ, но с точки зрения реалий, живых реалий, Украина крайне в сложном положении, потому что здесь у нее ограниченные возможности что-то инициировать. Ограниченные возможности. мы заложники многих заявленных идей, многих заявленных планов заложники, потому что от них сложно отказываться. И для России в каком-то смысле это выгодно. Попробуй теперь Киеву обратись к Москве с предложением начать какую-то там полосу консультации. Это же будет выглядеть как уступка, верно? Ну, поэтому если так по земле ходить, нас ждет очень тяжелые месяцы. Россия будет крайне активна, она будет брать все, что покажется возможным, ну, как говорят, по максимуму. Получится или нет, будем рассчитывать, что не получится. Для этого нужны действительно внутренние планы. Но самое главное, нужна другая работа с людьми, другое общение с людьми государства, восстановление доверия. То, что происходит, это невозможно, это мрак какой-то. чтобы затем создать условия действительно для деэскалации и рассчитывать на то, что она станет возможна где-то в смесные 2025. с людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok